Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Наксов. Засекреченные документы Министерства обороны Великобритании, содержащие подробную информацию о британском эсминце Defender и британских вооруженных силах, были обнаружены на автобусной остановке в английском городстве Кент. В одном пакете документов обсуждается, в частности, вероятная реакция России на проход эсминца через воды вблизи побережья Крыма в районе Севастополя. Это место Россия считает своими территориальными водами, что не признается большинством государств мира, в том числе Великобритании, считающие эти воды украинскими. Россия аннексировала Крым в 2013 году в результате агрессии против Украины. Другая часть документов содержит обсуждение плана возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после завершения там миссии НАТО под руководством Соединенных Штатов. Правительство Великобритании заявило, что начато расследование. Вот об этом наша сегодняшняя программа. Поговорим о миссии Defender. По словам представителя британского Миноборона, один из сотрудников ведомства сообщил уже о потере конфиденциальных оборонных документов, а дальнейших комментариев представитель Минобороны отказался. Промокшая пачка документов, всего 50 страниц, была обнаружена за автобусной остановкой в Кеннете рано утром во вторник, то есть накануне инцидента в Черном море. Нашедший человек, пожелавший остаться неизвестным, связался с BBC, когда осознал деликатный характер содержания найденных бумаг. BBC полагает, что документы, содержащие распечатанные электронные письма и презентации в PowerPoint, исходят из офиса высокопоставленных чиновникам Министерства обороны. Документы, относящиеся к эсминцу Defender, показывают, что миссия, описанная Минобороны как, цитирую, «мирный проход через украинские территориальные воды», зачехленная корабельной артиллерией и корабельным вертолетом в ангаре, была проведена в ожидании, что Россия может ответить агрессивно. В среду более 20 российских военных самолетов и два корабля береговой охраны преследовали Defender на отрезке в длиной 19 км вблизи побережья Крыма. Как сообщило Российское Министерство обороны, по курсу британского корабля был открыт предупредительный огонь. Правительство Великобритании отвергло это, утверждая, что огонь открыт не был. Как следует из обнаруженных документов, в понедельник операцию с участием Defender, получившую название «Ап Бретройт», обсуждали на высшем уровне. В частности, речь шла о возможной реакции России на появление корабля в побережье Крыма. «Что мы понимаем о возможном радушном приеме?» задавался вопросом председатель постоянного совместного штаба. Это штаб трех видов вооруженных сил, который планирует и контролирует все британские военные операции. В одной из презентаций, подготовленных к совмещанию, отмечалось, что российские военные могут перейти от оборонительной тактики к более решительным действиям. В штабе рассматривали два возможных маршрута Defender и три вероятных варианта ответных действий России от безопасных и профессиональных до небезопасных и непрофессиональных. Выбор остановили на курсе, описанном как «Безопасный профессиональный прямой маршрут из Одессы в Батуми». Документы говорили, что такой вариант позволил бы продемонстрировать, что Британия считает воды вблизи Крыма украинскими. При выборе иного курса удалось бы избежать конфронтации с Россией, но в этом случае могло сложиться впечатление, что Британия испугалась и убежала. Это позволило бы Москве говорить, что Британия де-факто признает крымские территориальные воды российскими. В Минобороде Британии заявили, что тщательно планируют опираться, анализируя все возможные риски. Британские чиновники обсуждали, кроме прочего, и то, что после прохода Дефендера Россия будет продвигать какую-то свою особую версию события. «Наш нерратив солидно обоснован», — говорится в документах. Кроме того, присутствие на борту эсминцев, журналисты BBC и газеты Daily Mail, как рассчитывали авторы документов, станет дополнительным вариантом независимого подтверждения действий Дефендера. Из обнаруженных в Кенте документов следует, что решение направить эсминец именно таким курсом было принято британским правительством для того, чтобы выразить поддержку Украине, несмотря на все возможные риски. Стоит отметить, что материалы, относящиеся к операции в Черном море, были помечены как официально конфиденциальные, что означает очень невысокий уровень секретности. Но среди обнаруженных в Кенте бумаг были засекречены материалы с пометкой «Secret UK Eyes Only», касающиеся военного присутствия Легабритании и Афганистане после завершения там операции НАТО. Несомненно, военный корабль был использован для достижения дипломатических целей. Но основная задача заключалась не в том, чтобы рассердить русского медведя. Дело в свободе навигации и явной публичной поддержке суренитета Украины. Согласно принятой в 1982 году Конвенции ООН по морскому праву прохождение иностранного корабля по территориальным водам страны законно, если это не наносит ущерба миру, порядку или безопасности этой страны. Почти для всего мира это Украина, а не Россия. Ну а сам эскадренный веносец Defender, HMS Defender, это британский эскадренный веносец типа 45 или класса Дерин, Королевского военно-морского флота. Является восьмым кораблем британского флота, носящим это имя. Строительство началось в 2006 году, спущен на воду в 2009. После завершения ходовых испытаний в октябре-ноябре 2011 года был введен в эксплуатацию в марте 2013 года. Основная задача Defender обеспечивать авианосную группировку защитой от самолетов потенциального противника. По сути, это плавучий дивизион ПВО. Этот корабль несет на борту 48 ракет ПВО. Это его основное вооружение. В Одессу с визитом, кроме эсминца Defender, приходил еще нидерландский фрегат Эверсин. Оба корабля входят в состав 21-й британской авианосной группировки, которая в настоящее время находится в Средиземном море. В состав группы, помимо нового авианосца Квинн Элизабет, корабли из нескольких стран, включая Великобританию, Соединенные Штаты, Нидерланды, а также британские и американские самолеты. Группа намеревается посетить страны Ближнего Востока, а затем направиться в Юго-Восточную Азию. Причем там она может столкнуться с похожими проблемами, поскольку Китай претендует на несколько островов в Южно-Китайском море, а Великобритания, как и Соединенные Штаты, не признают его стеремитет над ними. Американцы регулярно там ходят. Корабли в сопровождении авианосных групп регулярно там ходят в рамках этих фанопов. Это аббревиатура, что означает Freedom of Navigation Operation, фаноп. Китайцы регулярно протестуют, и не только протестуют, регулярно облетают, выходят на учебные атаки даже. Но до стрельбы дело никогда не доходило. Кстати, королева Великобритании передала команде эсминца Defender, состоящей из 240 военных моряков, наилучшие пожелания и пожелала благополучного плавания. Окончательное решение о проходе британского Defender в Черном море принималось и премьер-министра Великобритании Борисом Джонсоном. Это сообщает газета The Telegraph с ссылкой на источники Министерства обороны. Согласно данным издания, глава МИД Великобритании Доминик Рааб выразил обеспокоенность в связи с планом министра обороны Бена Волоса направить эсминец по данному маршруту. Решение было передано на Даунинг-стрит, чтобы премьер-министр сделал окончательный выбор. Инструкции были переданы эсминцу типа 45, говорится, в сообщении. И еще раз подчеркну, что действия корабля являются классическим примером так называемых операций по держанию свободы судоходства Freedom of Navigation Operation в рамках Конвенции ООН по морскому праву, которое было принято относительно недавно в 1982 году. Обычно такие операции совершают военные корабли нашей страны. Они демонстративно проходят в тех водах, которые должны быть, по их мнению, свободны для плавания в рамках международного морского права, но при этом судоходства, которых ограничиваются отдельными государствами. В апреле этого года британское правительство утвердило новую концепцию национально безопасности в Селикобритании, в которой военно-морским силам отводится роль защиты судоходных линий и обеспечение свободы судоходства по всему миру. И для морских наций, таких как британская нация, американская нация и других, свобода судоходства является некой краеугольной основой вообще международного права. И поэтому эти нации предпринимают значительные усилия для того, чтобы защитить свободу судоходства, которая, еще раз подчеркну, была зафиксирована в главном международном документе, это в Конвенции ООН, по морскому праву. И если это так, тогда в чем проблема? Ну, естественно, проблема заключается в том, что Россия считает прибрежные воды Крыма своими территориальными после того, что Россия аннексировала Крым в 2014 году. Но кроме России так никто не считает. Для всего мира территориальные воды Крыма являются украинскими, собственно говоря, как и Крым, является незаконно оккупированной территорией Украины. И поэтому, когда намечался маршрут эсминца Defender, который шел из Одессы в Батуми, то как раз, если вы посмотрите на карты, он проходил через небольшой участок Крымских территориальных вод в районе мыса Фиолен, то есть по траверзу этого мыса. Defender находился там относительно недолгое время, но при этом это вызвало то, что можно назвать российским ответом на операцию британских военно-морских сил. И тогда к тому, чтобы вытеснить Defender из Крыма, были подсоединены два сторожевых корабля и российская авиация. Мы слышали неоднократно о том, что россияне говорили о том, что самолеты сбросили бомбы по курсу авианосца и что со стороны уже корабля было сделано несколько предупредительных выстрелов тоже по курсу корабля, что английские моряки не подтверждают и самое главное не подтверждают те журналисты британских средств массовой информации, которые были на борту этого судна. Но это в принципе и не принципиально. Принципиальным, на мой взгляд, является другое. В течение уже некоторого времени для России было важно переключить внимание мировой общественности с проблемы Крыма на проблему Донбасса. И в основном все обсуждения того, что происходит на востоке Украины как раз концентрировались на проблеме Донбасса. Минские соглашения и так далее, нормандский формат это все относилось к проблеме Донбасса. Каким образом можно там достичь мирного регулирования, каким образом российские вооруженные силы и их сателлиты покинут территорию Украины в районе Донбасса и так далее. И в принципе и сама Украина и страны Запада, которые поддержат Украину согласны были на то, чтобы в обмен на уход россиян с территории Украины Донбасс получил некий особый автономный статус. Но этот автономный статус должен быть определен в результате тех выборов, которые должны пройти в Донбассе на той территории, которая считается оккупированной. И вот тогда уже представители Донбасса высших органов власти Украины смогут вступить в переговоры и определить новый автономный статус этого региона, что на мой взгляд выглядит абсолютно нормально, как путь разрешения этого кризиса. Но в Москве настаивают на том, что все политические действия должны быть совершены в тот момент, когда границу контролируют российская армия, российские пограничники, она по сути является открытой и через границу постоянно перебрасываются войска, подкрепления, вооружения и так далее, и так далее. Для Украины эта ситуация абсолютно является нетерпимой и Украина настаивает на том, чтобы вначале были выведены все иностранные вооруженные силы, а после этого восстановлен Сунидет Украины в этом регионе и затем проведены выборы. Казалось бы, все очень просто. И на фоне этих обсуждений, на фоне дискуссии по Донбассу, особенности на фоне концентрации российских войск, которая была недавно проведена как раз в этом регионе, тема Крыма куда-то ушла в сторону, отошла, и практически никто Крым не вспоминал. И для Кремля это было очень важно. Для них было очень важно, чтобы Запад и Киев де-факто признали Крым российским и тогда сосредоточить все внимание на проблеме Донбасса. И вот этот проход британского судна показал, что для Великобритании, впрочем, как для Соединенных Штатов и всех западных стран, проблема Крыма остается ровно такой же актуальной сейчас, как она оставалась весной 2014 года. И я думаю, что вот именно это, то, что Запад показал, что Крым является одним из важнейших элементов обсуждения ситуации по Украине, именно это вызвало такое раздражение, именно это вызвало столь нервную реакцию, которая была продемонстрирована при прохождении британского эсминца через небольшой участок у крымских территориальных вод как раз на траверзе мыса Фиолент. Мыс Фиолент наиболее выступающая часть крымского полуострова. Если представить себе, что такие операции будут продолжаться, причем, возможно, не только британскими кораблями, но и американскими кораблями, другими кораблями НАТО, и российская реакция будет столь же болезненной, то можно предположить, что это может вызвать, конечно, в какой-то момент серьезное столкновение. Это первый момент. Второй момент. Мне бы хотелось с вами подумать вот о чем. Ну, скажем, о детективной составляющей сегодняшней истории. О том, что пакет с документами военного ведомства Великобритании оказался на автобусной остановке в графстве Кент. И, как уже заявил один из сотрудников Винобороны, именно он ответственный за потерю этих документов. Ну, и тогда появляются некие три версии того, что произошло. Первая версия. Версия абсолютно официальная, что, да, есть некий сотрудник Министерства обороны Великобритании, который в силу каких-то пока неизвестных нам причин обронил этот пакет с документами. Пакет довольно объемный, 50 листов, но, тем не менее, как-то ухитрился он его потерять. Это момент номер один. Вторая версия. Нет, все это было сделано преднамеренно, и таким образом Британское Министерство обороны, подбросив эти документы, показало миру, что планировался этот проход как мирный. Для Великобритании это очень важно, что он заранее планировался как мирный, где подчеркивается, что артиллерийские орудия были зачехлены, вертолет в ангаре, ну, и так и далее. Вариант номер три. Потерю этого пакета организовали спецслужбы России, чтобы показать, что, в общем-то, англичане не такие уж мастера своего дела, что их можно посрамить таким образом. Как вы думаете, и мы об этом с вами поговорим во второй части программы, какая из этих версий представляется вам наиболее правдоподобной, почему? Еще раз подчеркну, версия абсолютно простая и прямая, некий сотрудник обороны Великобритании в силу каких-то своих качеств, может, он такой растеряха, может, теряет он все на свете, не только пакеты с документами, может, он теряет ключи от дома, ключи от машины, забывает адрес, в общем, знаете, такой вот, такой вот, такой, знаете, господин рассеянный с улицы бассейна, да, такой описанный. Вот такой человек потерял важнейший пакет с документами. Может ли это быть? Мы с вами знаем, что в жизни все бывает. Может быть. Версия номер два, никто ничего не терял, а этот пакет был подброшен именно Министерством обороны Великобритании, чтобы показать мировому общественному мнению, и России в том числе, что это никакая не провокация, никто не хотел провоцировать Россию, а что это действительно просто мирный проход через те воды, которые Великобритания, как и все мировое Содружество считает украинскими. Никакой угрозы, никакой опасности для россиян, которые находятся в этом регионе, этот проход не представлял и не мог представлять. Ну и третья, последняя версия спецоперации российских спецслужб, которые хотели таким образом посрамить надменных бритов. Ну и последнее, последнее, чем бы мне хотелось завершить эту часть программы, что очень часто бывает, что некие воды, которые являются предметом диспута, вот именно эти международные воды, или воды, которые одна считает страна своими, а другая считает международными, зачастую являются источниками постоянных конфликтов. И так как эта авианосная группа направляется в итоге в Южно-Китайское море, то мы с вами узнаем уже каким образом отреагирует китайское правительство на мирный проход одного или нескольких кораблей из этой группы, но с этим мы с вами подождем, а первая часть программы уже подошла к своему завершению. Встретимся во второй.